Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Программу, в которой мы обсуждаем главные политические события и расставляем акценты. Сегодня мы это сделаем с нашим гостем, доктором права Сергеем Мишиным. Здравствуйте! Добрый вечер! В Конституции нашей страны нигде не написано, что Молдова является парламентской республикой. Но, тем не менее, до сегодняшнего дня она такой никогда не представлялась. Смотрите, ни нашими гражданами, ни нашими зарубежными партнерами. Она никогда не представляла, что мы являемся исключительно парламентской республикой. Вот, тем не менее, все указывают на то, что президент не должен управлять страной, не должен руководить армией, не должен осуществлять всех своих полномочий, исходя из того, что мы якобы парламентское государство, как сегодня говорят представители парламентского большинства, как сегодня утверждает правительство, и все решает именно правительство и парламентское большинство. Насколько это верно, исходя из норм и конституционного права, и из норм самой Конституции, то, что указано в основном в законе нашей страны? Я вам хочу ответить на этот вопрос очень просто. То, что наше парламентское большинство и правительство сегодня заявляют, что мы являемся парламентским государством, они очень глубоко ошибаются. То есть они это делают преднамеренно для того, чтобы ввести в заблуждение наших граждан и оправдать те свои действия, которые они делают. То есть это как бы ответ на вопрос, почему они это делают? Да, почему это не делают. Они просто хотят себя оправдать. То есть они хотят оправдать то, что у него президента забирают полномочия, они хотят оправдать те действия, которые они делают по уничтожению жизни, уничтожению государственности и вообще уничтожению нашей Молдовы. Ну, начнем с того, что такое парламентская республика, да, то есть парламентская республика это действительно, где парламент должен быть выше всех, да, то есть законодательный орган является основным действующим лицом, но наши вот те, кто правители, да, объявляют о том, что мы парламентская республика или какая-то другая, они забывают одну маленькую вещь, что определяется не по полномочиям парламента, парламентская это республика или нет, а по статусу главы государства. Я хочу привести такие примеры, допустим, Германия, Италия, Израиль, это чистые парламентские страны, где действительно государство является формой правления парламентской. То есть, что это, о чем это говорит? Ну, во-первых, ни в одной парламентской стране не бывает, чтобы президент избирался всенародно, то есть президент всегда избирается в парламенте, ну нет ни одной страны. Ни в одной парламентской стране. Да, именно мы говорим с парламентским режимом. Сейчас мы проведем, как бы, параллель на наше государство, ну, Германию, да, мы четко знаем, что президент Германии избирается в парламенте Бонестаги Германии. Второй момент. Никогда не бывает, чтобы правительство избиралось непонятно из кого и непонятно как. О чем я говорю? То есть, как у нас в государстве. Президент предлагает кандидатуру премьер-министра, парламент ему выдвигает в этом доверие. После этого они указом президента назначаются на должность и, плюс к этому, приносят присягу президенту страны. В парламентской республике, если мы уж так говорим, президент только предлагает кандидатуру премьер-министра. Дальше вся процедура происходит только в парламенте. То есть, они выражают, вот он, доверие, и присягу данное правительство приносит перед парламентом и в стенах парламента. Это еще одно отличие парламентской республики от того, что мы имеем сегодня. Ну, и плюс в парламентской республике нормативные акты, ну, как наши телезрители больше знают, указы президента. Вот в парламентской республике любой указ президента должен консигноваться министром, который отвечает за эту отрасль, либо правительством. У нас же по Конституции, если мы возьмем статью, которая регулирует этот вопрос, указы президента действуют на всю территорию страны и обязаны для исполнения. То есть, не нужны никакие консигнации, ничего. То есть, это еще одно доказательство, что мы далеко не парламентская республика. Какой повод стал нашим правителям говорить, что мы являемся парламентской республикой? Ну, этот повод стал вот те изменения 2000 года, которые были внесены в Конституцию. И когда президент начал избираться парламентским путем, да, мы это помним, ну, многие из нас это помнят, но это не означает, что мы стали вот с того момента парламентской республикой. Нет, мы стали только на рельсы парламентской республики, потому что многие полномочия президента были убраны, но многие полномочия президента, как главы государства, остались, которые не присущи на самом деле парламентской форме правления. Поэтому говорить сегодня четко и откровенно, что мы являемся парламентской республикой, вообще невозможно. То есть, если мы говорим о сегодняшней форме правления, мы можем сказать, что мы парламентско-президентская, то есть смешанная форма правления. Почему я делаю акцент именно на парламентско-президентскую? Очень все просто. У президента, к сожалению, вот это большинство, которое сегодня кричит везде, забрало уже, и так у него были сокращены полномочия с 2000 года, так вот сегодня они еще позабирали много полномочий президента, которые он должен сопоставлять и благодаря которым он должен действовать. И даже сегодня они пытаются еще добить и отобрать некоторые полномочия, но мы, наверное, с вами поговорим об этом немножко позже. Поэтому мы делаем упор на то, что сегодня мы являемся именно парламентско-президентской формой правления. И, конечно, то, что заявляет и господин Канду, и господин Филипп во всех сферах, и то, что они ссылаются на последнее решение Венецианской комиссии, о том, что мы являемся парламентской республикой, ну, это опять уводит в заблуждение, и вообще, почему Венецианская комиссия вынесла решение о том, что мы парламентская республика. Это случилось, когда господин президент отправил на рассмотрение в Венецианскую комиссию законопроект об увеличении своих полномочий по распуску парламента. На что Венецианская комиссия отметила, что, в принципе, они могут быть, могут быть приняты, но с учетом того, что вы являетесь парламентской республикой, неприемлемо их введение. Хотелось бы понять, на кой основе, то есть, почему так Венецианская комиссия решила, что мы исключительно парламентская республика? А вот... Основываясь на каких... А я вам объясню. Нет, Венецианская комиссия, приезжали сюда эксперты, как обычно это делается, но Венецианская комиссия что делает? Она смотрит на нашу конституцию, то есть, смотрит те полномочия, которые там прописаны, и она смотрит на решение конституционного суда. А мы с вами прекрасно знаем, что господин Танаси, будучи еще председателем конституционного суда, интерпретировал статью конституции и вообще в конституцию, и ввел понятие в форму правления парламентской республикой. То есть, Венецианская комиссия, посмотрев решение конституционного суда, посмотрев саму конституцию, не вдаваясь в подробности, имеет право конституционный суд высказываться на эту тему, не имеет права, имеет право конституционный суд у нас в стране определять форму правления или не имеет, она на базе вот этих документов и вынесла такой вердикт. В принципе, к Венецианской комиссии в данном случае претензий быть не может, потому что она основывалась на тех нормативных актах и на том решении суда, которое существует у нас сегодня в Молдове. А вот конституционный суд имел ли право, вот тут большой вопрос. Во-первых, конституционный суд у нас сегодня не наделен полномочиями определять, какая форма правления в государстве. Они что, разве представляют волю народа? У нас есть представительные органы, которые представляют волю народа в виде парламента и президента. Только они имеют право выносить вердикт, какой формой правления мы являемся. А конституционный суд, в данном случае, превышая свои полномочия, во-первых, мало того, что он превысил полномочия по поводу того, что дал трактовку по форме правления государства, они еще и нарушили принцип взаимодействия. Почему? Потому что у нас по 6 статье есть понятие разделения властей, законодательное, исполнительное и судебное. И никак конституционный суд сегодня не относится ни к одной из этих ветвей власти. И, соответственно, политику государства определять он никак не может. Он высказался, но, к сожалению, мы можем принимать то, что мы можем принимать. И, соответственно, международное сообщество на сегодняшний день использует те нормативные акты, которые мы имеем. На данном случае мы видим, что конфликт таких разнонаправленных интересов, которые одни апеллируют к конституционному суду, к заявлениям Венецианской комиссии, другая сторона обращает внимание на суть основного закона, на те нормативные акты, которые содержатся. И вот получается, что в этом споре простому гражданину Республики Молдовы достаточно сложно определить, кто прав, а у кого меньше правды в его правде. И именно простой избиратель, когда он в очередной раз будет выполнять свой гражданский долг, он либо придет к избирательной уровне с каким-то своим убеждением, основываясь, опять же, на полученной им информации. И это убеждение, мне кажется, может быть сформировано на искаженной информации, а может быть он будет достаточно доверчив, он будет понимать, что именно это ему близко, он это все понимает, но тем не менее это будет не являться той основой, той ценностью или той шкалой координат, которая позволила бы сделать правильный выбор, не навредив будущему страны. И ведь понимаем, что высшая форма демократии – это избирательное право, это воля, изъявление гражданина страны. Но даже сегодня вот эта форма демократии, это высшая форма проявления демократии поставлена под знак вопроса, потому что у нас есть президент, за которого проголосовало беспрецедентное количество граждан Республики Молдова при прямом голосовании. Но полномочия при вот таком огромном вотоме доверия, они довольно ограничены. То есть подготовлено было таким образом, видим предвидео, так сказать, растущий рейтинг Игоря Дадона. Власть сегодняшняя предполагала, что в лице будущего президента они встретят настоящего своего противника, и поэтому обеспечили вот на этой шахматной политической доске самое худшее положение для его партии. И тем не менее, смотрите, вопросов много. Как в этой ситуации правильно осуществить, ну представим себе, что у нас уже наступил следующий 2018 год, правильно осуществить выбор во время парламентских выборов, как правильно отнестись к той ситуации, которая сложилась сегодня в стране, и в то же время, хотя слово правильно сегодня тоже относительно достаточно, потому что здесь у каждого своя трактовка правильности. И как в этой ситуации понять, кто и кого и как вводит заблуждение? Ну, здесь ответ очень прост на этот вопрос. Во-первых, мы должны смотреть по действиям. Вот как вы говорили, что президента специально ограничили вначале в одних полномочиях, потом потихонечку ограничивают в других полномочиях. Стремятся и дальше. Да, стремятся и дальше это сделать. Даже элементарно давайте возьмем те законопроекты, которые господин президент вернул парламенту на новое рассмотрение и не промульгировал. У него есть четкая конкретная позиция по каждому законопроекту. Допустим, по тем же талонам на питание есть четкая позиция, что это приведет к обналичиванию и утаиванию денег. Отмыванию денег. То есть, соответственно, бюджет не получит эти деньги, соответственно, не будет денег на зарплаты, пенсии и так далее, тому подобное. Это аргументированный ответ. Почему он не хочет промульгировать данный закон? И причем это не потому, что его прихоть или он так хочет насолить парламентскому большинству и правительству. Есть заключение министерств, которые входят в это, причем отрицательное заключение. Есть отрицательное заключение комиссий парламентских по этому же законопроекту. Нет, все равно его принимают. Надо слушать аргументы. А аргументы парламентского большинства. Вчера состоялось вот это заседание экстренного парламента. Вы посмотрите, минимум одна фракция сразу отказалась участвовать в этом заседании. И три фракции покинули. Мы говорим о том, что вот воля изъявления народа. То есть, если идет... Но в парламенте кто остался? 55 депутатов, все равно есть кворум. И они, естественно, его голосовали. Но как в данном случае мы можем говорить о демократии и о правильном принятии решений, если остается одна партия, которая за это голосует? Значит, что получается? Если из демократических норм, да, три партии, оппозиционные, говорят, что это нельзя делать, протест покидают заседание, а одна партия все равно голосует, то есть она проталкивает свои интересы в данном случае. Вот народ должен посмотреть. Может быть, нужно работать уже в интересах страны, а не только в своих интересах. Вот в чем кроется все. Да, возникает и закономерный, существует вопрос относительно и к мандатам этих депутатов, которые голосовали, как вы говорите, от одной партии. Потому что мы знаем, что в начале, то есть после парламентских выборов, у демпартии не было такого количества депутатов, которые сегодня ее представляют. И опять же, это вопрос к тому, что в законодательстве, наверное, необходимо предусмотреть законы, которые бы предотвращали эту миграцию, потому что ведь расклад был несколько иной после голосования, и у демпартии не было. Да, я с вами согласен, что это нужно предусмотреть, но здесь есть маленькое «но». Все-таки те партии, которые сегодня находятся в парламенте, у нас избирались по партийным спискам. И сегодня система выборов у нас поменялась. То есть сегодня система выборов у нас смешанная. То есть частично депутаты будут избраны по партийным спискам, частично это будут одномандатные депутаты, то есть где люди будут голосовать не за значок партии, а непосредственно за фамилию, за имя, за того кандидата, с которого они, в принципе, могут потом спросить, которого они, как минимум, будут знать в лицо. Поэтому, но если мы введем норму, как вы говорите о миграции сегодня и примем законом, мы можем повлиять не только на партийные списки, но и на одномандатные варианты. Объясню почему. То есть что такое одномандатник? Я как одномандатник попадаю в парламент, и мое теперь право, и вот формируются определенные фракции. Фракции, естественно, будут формироваться, скорее всего, из тех партий, которые попадут. И вот мое право, либо присоединиться к какой-то фракции, которая уже создана, партийной, либо я могу собрать минимум пять человек, создать какую-то свою фракцию по интересам. Допустим, вот попадет шесть или семь человек, которые представляют национальное меньшинство Республики Молдова. Вот они, у них есть общая идея, борьба за национальное меньшинство, они могут собраться в свою фракцию. То есть им не обязательно присоединяться к партийной. И вот это, но потом, когда эта фракция будет существовать из одномандатников, меня невозможно как одномандатника удержать именно в этой фракции. Потому что я приходил туда со своей платформой, я приходил туда со своими обещаниями. Если я вижу, что мне эта фракция никак в этих обещаниях и в этих платформах не помогает, то я волен оттуда выйти. То есть вот при переходе на смешанную систему это будет делать сложно. Потому что все-таки, когда партия приходит, у нее, да, есть своя программа, есть свое количество депутатов. Они должны выполнить то, что они обещали избирателю. Я же, когда как одномандатник попадаю, я немножко попадаю туда по другим критериям. И по другим программам, и по другим обещаниям. Поэтому вот эту миграцию мы, к сожалению, остановить не сможем уже в будущем. Может быть потом можно как-то будет изменить регламент по поводу частоты миграции. Но полностью, к сожалению, мы от этого не избавимся. Раз мы заговорили об избирательной системе, вот ваш комментарий обращения либеральной партии в конституционный суд о референдуме и признание неконституционным переход к смешанной системе. Ну, понятно, о ком референдуме идет речь. Ну да, господина Киртоки. Да. Вот давайте начнем с перехода к смешанной системе. Почему, на их взгляд, это неконституционно? Вы знаете, у меня такое ощущение, что либеральная партия решила просто при помощи конституционного суда о себе напоминать средством массовой информации. Либо оказать давление на тех или иных своих партнеров. Да, или оказать давление, да, что помогите, иначе... То есть, что происходит сегодня с либеральной партией? Давайте мы рассмотрим. То есть, у них сегодня осталось 8 человек. Вот последний выход был буквально вчера. Еще один депутат покинул либеральную партию. Они сыпятся. То есть, как говорят химики, вещество находится в состоянии полураспада. Да. И даже, по-моему, уже полного распада. Вот. Господин Гимпу со своей командой, я так думаю, что уже понимает, что им, ну, вряд ли светит дальнейшее существование, тем более на электоральном поле. В качестве парламентской партии. Да, даже не только, в качестве электорального конкурента. Мы же говорим сегодня, давайте будем честными, год остался до выборов. Уже все потихонечку начинают, партии готовятся к предвыборным лозунгам, к предвыборным кампаниям. И сегодня, когда либеральная партия находится в этом аморфном состоянии, в котором они находятся, они понимают, что, во-первых, они уже не электорально конкуренты, потому что люди от них начали и уходить, и отворачиваться их же избиратели. И плюс они при этом теряют финансирование для того, чтобы, возможно, было себя содержать, как минимум. И это для них пагубно на сегодняшний момент. И им надо постоянно о себе как-нибудь заявлять. Поэтому они вот, ну, извините, сколько уже принят закон о смешанной системе? Ну, уже два месяца он существует, опубликован в мониторе, промульгирован, прошел все этапы. И тут они резко вспомнили, что он неконституционный. Ну, такой недорогой способ, напомните себе. Вот, очень правильно. То же самое, что касаемо господина Киртоки, референдума. Вот неконституционный его снимается с должности. Извините, а 80 тысяч подписей, которые собрали, две инстанции судебные, первая инстанция сектора Буикан, апелляционная палата, признали это действительным. Несмотря на то, что они же это опротестовывали. Муниципальный совет проголосовал 26 голосами за дату выборов. Они преподносят, что муниципальный совет не имел права устанавливать дату выборов. Ну, вот они опять вводят в заблуждение народа. Мне кажется, не муниципальный совет. Муниципальный совет не устанавливал дату выборов. Муниципальный совет предложил датой выборов считать 19 ноября. Собрал все документы судебных инстанций, своего заседания, протокол и передал это в центр избирком. И центр избирком, собрав свое заседание, просмотрев все аргументы, назначил дату выборов. Не муниципальный совет, а он просто в центр избирком по предложению муниципального совета согласился и назначил. Они оспаривают это. Причем, мало того, что они подают в конституционный суд, вернее, еще не подав в конституционный суд заявление, они уже начинают требовать у центра избиркома не делать никаких процедур, пока не выскажется конституционный суд. То есть они занимаются чистым манипулированием и они занимаются чистым популизмом, который сегодня происходит. Поэтому либеральная партия, падающая вниз партии, никакого толка с этих обращений не будет иметь. Тем более, давайте посмотрим за последние, ну, давайте два месяца возьмем. Так, господин президент указ издал. Так, бежим быстро в конституционный суд. Надо отменять. Так, референдум. Ага, так, все, бежим в конституционный суд. Такое политическое паразитирование, видите, просто. Да, они просто понимают, что их в парламенте уже никто не слушает. Просто неинтересно. Все высказывания, которые господин Гимпу выходит во время заседания и так далее, когда пресса еще собирается, но уже все рядеют, рядеют, рядеют ряды. То есть они потеряли парламентскую платформу для высказываний, для донесения своих мыслей людям. Поэтому, идя в конституционный суд, понятно же, что все средства массовой информации. Очень интересно, что же будет дальше. Но это все-таки новость. Поэтому они пользуются этой платформой и выбирают вот конституционный суд, как и еще одну платформу для заявки о себе и для донесения до своих избирателей, что они что-то делают. Ну, перспективы пока предположить сложно, да? Что конституционный суд, возможно, не скажите. Ну, вы знаете, в этих двух ситуациях очень сложно сказать, хотя по логике вещей, да? То есть вообще предсказать, что вынесет конституционный суд по тому или иному вопросу, на сегодняшний момент всегда сложно. Потому что, к сожалению, мы можем констатировать факт, что за последние полтора года конституционный суд превратился не в юридический конституционный суд, а в политический орган. И поэтому, как бы, определить именно по вот этим двум моментам, а именно, ну, по референдуму, скорее всего, конституционный суд выскажется, что абсолютно все конституционно, согласно букве закона. А по второму поводу, я думаю, что тоже выскажется, что все является конституционно, потому что, извините, проголосовало не простое большинство, а конституционное большинство за изменение этих систем. Есть высказывания и рекомендации Венецианской комиссии, которые были приняты и в основу легли этого документа. Он уже существует два месяца. Уже правительство создало комиссию по разделению на округа. Поэтому, как бы, у конституционного суда сегодня, с конституционной точки зрения, нет поводов признать изменения по системе выборов неконституционными. Вы знаете, о чем подумал? Лет 20 назад, 15, конституционный суд воспринимался такой тихой гаванью, в которой находится цитадель защиты Конституции. Но события в 10-летней давности, может, еще меньше по сроку, они сделали конституционный суд достаточно популярным среди гражданского населения, так позволю себе сказать, в силу определенной скандальности репутации судей. Когда стали говорить о том, что человек, облеченный полномочиями конституционного судьи, является, например, гражданином двух стран. То есть он присягал на верность как Молдове, так и другой стране. Несложно догадаться, какой. И вот норма двойного гражданства. Насколько я знаю, в одном из постановлений 2000 года содержится такое понятие, что да, двойное гражданство разрешается в нашей стране, но, мне кажется, там есть такая приписка за исключением чиновников, ну, уровня, то есть отвечающих за определенные государственные интересы. Ну, я не берусь сейчас вспомнить, как-то, когда-то мной читалось лет, там, не знаю, 17 назад, но, мне кажется, эту норму никто не отменил или все-таки удалось отменить? И таким образом пробраться в эти кресла людям с, будем говорить, не очень верной государственной ориентированностью? К сожалению, эту норму, скажем так, интерпретировали, потому что, опять-таки, вышло решение конституционного суда, и данную норму признали неконституционной. И сами себе разрешили. И сами себе разрешили. Ну, не только себе, а и многим другим. Вы знаете, на сегодняшний момент я считаю, и не один я так считаю, что высокие государственные чины, неважно, это судьи конституционного суда, судьи высшей судебной палаты, члены правительства, министры особенно. Мне кажется, депутаты парламента в том числе. Ну, понимаете, вот по депутатам парламента здесь немножко сложно говорить. Но ведь многие из них, так сказать, привлечены к работе над документами, которые являются государственной тайной. Согласен, да. Но я почему говорю, что депутатам немножко сложно говорить, потому что депутаты — это все-таки представители народа. Депутаты избираются народом. То есть депутату его должность, он не попадает туда по назначению, его избирает народ. То есть ему делегирует право народ представлять его интересы. И, естественно, вы же понимаете, что когда идет предвыборная кампания, любые конкуренты всегда находят всякие грязь, компроматы и говорят о том, что он является двойным гражданином. Но если избиратель доверил депутату эту должность, значит, он посчитал нужным, что он с ней справится, и он должен быть. А то же самое, вот я, мое мнение, да, вот абсолютно правильно, исполнительная власть, то есть начиная от премьер-министра и заканчивая госслужащими, никто не должен иметь двойного гражданства. Сотрудники СИБА, сотрудники МВД, то есть в первую очередь тоже не должны иметь, ну, раньше, по крайней мере, никогда не было, чтобы на эти должности в такие структуры... Ну, руководство Министерства обороны, наверное, в том числе. Представьте себе, выросли какой-то конфликт, и с одной и с той стороны граждане одного государства. Вот я почему говорю, да, Министерство обороны, то есть вообще чиновники, это назначаемые должности, то есть их назначает парламент и президент, да, то есть парламент выносит в это доверие, а президент их назначает своим указом и принимает присягу. Вот на такие должности ни в коем случае нельзя допускать с двойным гражданством. И, соответственно, судей Конституционного суда и всей судебной системы, потому что эти судьи решают судьбу граждан, то есть народа. И ни в коем случае нельзя, чтобы там было двойное гражданство. То есть, в принципе, для чего делалось двойное гражданство в 2000 году, те изменения, о которых мы говорим. Многие начали получать, кто российская, кто румынская, кто болгарская, особенно когда румыния с Болгарией стали добрососедними, когда они стали безвизово ездить по всей Европе. Ну, понятное дело, что многие, кто смог успеть и получить это гражданство, то есть за румынским и болгарским гражданством бежали не потому, что так сильно хотели стать румынами или болгарами, гражданами этих государств. Это своего рода был пространство для передвижения. Но если мы посмотрим сегодня, после того, как мы получили безвиз, то уже никто не бежит за этими гражданствами по одной простой причине, потому что мы уже сами можем так же передвигаться. То есть это нужно было не для того, чтобы была принадлежность к какому-то другому государству. Поэтому если тогда это был какой-то такой лазейка и мостик, чтобы передвигаться свободно, сегодня она не нужна. Поэтому я считаю, что нужно вносить сегодня закон, законопроект, и принимать это в виде закона, что государственные служащие не могут обладать двойным гражданством. То есть если ты хочешь прийти на государственную службу, тем более работать с секретными документами, определись, к какому государству ты принадлежишь. Все. Если ты принадлежишь Республике Молдова, значит, соответственно, ты можешь там работать и работать на благо этого государства, а не на какое-то еще. Предлагаю вернуться к начальной теме нашего разговора. Ну вот в этом списке оставшихся полномочий у президента, какие сейчас самые уязвимые для Валдуара, ну то есть на какие еще нацелено правящее большинство, чтобы, если выразиться таким вот простым языком, отжать у президента те или иные полномочия? Что сегодня сейчас под ударом находится, на ваш взгляд? Ну, в первую очередь, господины президента сегодня хотят лишить полномочий как главнокомандующего государства. Уже, во-первых, то, что он не принял два раза кандидатуру в министр обороны, это обсуждалось последние, скажем так, недели-полторы, вот правительство Республики Молдова обратилось в Конституционный суд за разъяснением статьи 98 части 6. И причем я вот не очень понимаю, с точки зрения как юрист, как конституционалисты, и многие конституционалисты не понимают, что там можно интерпретировать. Там все черно-по-белому написано. По предложению премьер-министра президент назначает кандидатуру министра. Не написано ни в течение какого срока, сколько раз он имеет право отклонить или не отклонить, и так далее, и тому подобное. Вообще ничего этого нет. А вот они просят ее интерпретировать. Что там непонятно? Вот вы все поняли из того, что я сказал? Я да, но мне кажется, что Конституционный суд способен на много. Мы же знаем, что что-то подобное мы переживали. Мы говорим о действии, понимаете? Причем правительство, обращаясь в Конституционный суд, берет и делает ссылку на решение Конституционного суда 99-го года. Да, действительно, в 99-м году Конституционный суд вынес решение о том, что президент обязан назначить правительство после выражения вотума доверия парламента. То есть о чем это говорит? Есть 98-я статья, часть 4-я, которая говорит о всем правительстве в целом. То есть после того, как он предложил кандидатуру, и парламент выразил вотум доверия, президент в данном случае обязан назначить своим указом данное правительство. Но мы говорим обо всем правительстве, а не по отдельным кандидатурам министра. Чего вы складываете одно с другим? И плюс еще к этому, когда выносилось вот это решение 99-го года, оно касалось 82-й статьи Конституции, которая в 2000 году была отменена в связи с реформой и переходом к парламентской форме правления. А 4 марта 2016 года, когда они отменили часть тех реформ, которые были в 2000 году, она возвращена не была. То есть вы понимаете, что сегодня правительство делает? Она ссылается на решение Конституционного суда, которое вообще к этому субъекту и к этому вопросу не имеет никакого отношения, и тем более выносилось уже по несуществующей статье Конституции. Но предугадать, какое решение вынесет Конституционный суд? А я могу, я вот, знаете, так, посмотрим, прав я или не прав. Потому что есть многие сторонники, конституционалисты и политологи, ну, с той стороны, которые делают свои прогнозы, почему бы нам не сделать прогноз, правильно? А я думаю, что Конституционный суд сегодня вынесет такое решение. В случае, если президент в течение 14 дней отклоняет кандидатуру министра второй раз, ее имеет право валидировать. Вот дальше не могу сказать, премьер-министр или председатель парламента. Вот тут мне трудно сказать. Но первая часть будет именно звучать так. Но тогда получается конфликт в структуре. Есть главнокомандующий, который не признает, не считает компетентным того или иного человека, который, ну, выдвинули на, или, так сказать, уже посадили в кресло министра обороны. Вот, а министр обороны, он сидит, находится в этом кресле благодаря вот решению парламента и правительства. И мне кажется, для такой структуры, как вооруженной силы, для такой структуры, как армии, это пагубно. Потому что когда отсутствует единоначалье, которое должно быть, вот, как вертикаль сверху вниз работать, то тогда начинаются процессы по вот разъеданию структуры. Вот это коррозия, понимаете. То есть армия в данном случае сегодня хорошо, значит, вопреки решению главного командующего назначили министра обороны. А если взять какой-либо конфликт, но в несколько ином, более низком срезе, конфликт между, не знаю, там, командиром бригады и каким-то, например, командиром роты, который скажет, ну, смотрите, там ведь можно было, а здесь почему нельзя. Ведь мы знаем случай, вот, я помню, когда в Фейсбуке очень много писали, особенно после того, как, ну, стали громко звучать заявления о том, что, например, из нашей казны украли, то есть выведен был миллиард долларов. И когда та же дорожная полиция, один из водителей писал, остановил меня за нарушение кого-то там достаточно незначительного характера дорожных правил, он аргумент в свою пользу, он говорит, ну, слушайте, вы стоите на страже закона, у вас миллиард украли, точнее у нас, а я сейчас должен платить штраф за то, что не остановился перед знаком стоп. Комментариев было много, и я вам хочу сказать, что полицейский согласился с этим аргументом, сказал, хорошо, извините, проезжайте дальше, но будьте внимательны. То есть о чем идет речь? Когда коррозия, вот, когда наверху идут процессы, которые разваливают нашу страну, которые разваливают вот веру человека в то, что он находится в стране, которая способна защитить своего гражданина, помочь ему встать на ноги, создать семью, развиться, когда он этого не видит, то он, в общем-то, и живет в такой условности, да, я здесь в таким состоянии, что я тут временно, я вынужден здесь жить, потому что я родился, но я всеми своими, не знаю, фибрами души стремлюсь отсюда уехать, найти себе лучшее пространство для жизни. И мне кажется, что вот этот конфликт может привести, что и в такой среде, как военная армия, где должна существовать, в такой среде, как армия, где должна существовать дисциплина, где должен быть порядок, и не просто ради порядка, а потому что это именно та сила, та опора, которая может в любой момент оказать содействие, помощь своей стране. Ведь прекрасно, я помню, как многие из моих знакомых приезжают, например, из Соединенных Штатов Америки, и говорят, вот там был такой шторм или снегопад, армия вышла и помогла, понимаете, и то есть дисциплина, получен приказ, и было все выполнено, понимаете. В нашей ситуации такой приказ, тут непонятно, кто должен давать и кто я должен выполнять. Я вам больше всего скажу. То, что вы говорите, это истина, но мы доходим до того, что мало того, что будет разлагаться армия, и пойдет коррозия в самой армии. В первую очередь мы теряем свою государственность, и этим самым становится под угрозу безопасность государства. Потому что армия, хотим мы или не хотим, это одна из части безопасности государства. А кто у нас сегодня является гарантом суверенитета и государственности, и безопасности государства Республики Молдова? Это президент. У нас получается, что по закону о государственной обороне, согласно статье 33, президент является гарантом внутренней безопасности Республики Молдова. А инструмент, благодаря которому он должен осуществлять эту безопасность, у него так, СИП мы забрали, армию мы сейчас забираем, это мы забираем, это мы забираем. То есть получается, что у нас сегодня получается? Каким образом гарантировать? Как я могу быть гарантом безопасности государства, если у меня забрали это, забрали это, забрали это? Причем забрали в нарушении Конституции и иных законов, которые существуют в Республике Молдова. Преднамеренно. Вот еще один шаг, который делает сегодня правительство по отбору полномочий, касаемо опять-таки той же армии. Мы с вами обсуждали в этой студии вопрос по поводу учений, когда по постановлению правительства 57 наших ребят уехало. Так вот, правительство Республики Молдова в парламент направило законопроект по изменению закона о государственной обороне, а именно статей 25, 29, опять, которые мы с вами и рассматривали здесь, что они не имеют права отправлять ребят. То есть попытка изменить статьи, которые они уже нарушили. Они изменяют и пишут, что может президент или правительство, президент или парламент. С этого еле все начинается. То есть начинают, даются двоякие толкования. Понимаете? То есть они осознанно пытаются сегодня сконцентрировать всю власть в своих руках. Господин Канду буквально вчера или позавчера, я вот, по-моему, позавчера сказал, что господин президент не очень понимает, что такое узурпация власти. Обвинил его, да. Вы знаете, господин Канду очень много в последнее время делает таких заявлений, каких-то, на мой взгляд, как простого гражданина, да, я сейчас не буду говорить, как юрист, не входит в логику нормального человека и тем более государственного деятеля. Ну, первое, когда он заявил, что армия перестанет подчиняться президенту. И причем он так хитро сказал, возможно, в скором времени армия перестанет подчиняться президенту. У меня теперь вопрос. Господин Канду, вы это заявляли в качестве кого? В качестве председателя парламента, в качестве зампреда демократической партии или просто гражданина, да? Вы высказывали свое мнение или вы делали политическое заявление или указывали конкретно, что будет? Этим заявлением можно сказать, что господин Канду раскалывает общество. Провоцируя одних. Провоцируя одних, правильно. Нарушение дисциплины. Провоцируя одних. И, соответственно, а когда некоторые заявления идут и раскалывают общество, это нарушение государственной безопасности страны. Это первый вопрос. Теперь второй. Во вторник, выйдя после, там, ну, у них, как обычно, планерки в демпартии проходят, он в качестве председателя парламента берет и заявляет. Так, вот, в четверг у нас будет заседание парламента, мы будем рассматривать, будет во столько-то, мы будем рассматривать такие-то законопроекты. Получается, он объявляет повестку дня парламента, которая должна состояться в четверг. Господин Канду, вы вообще читали регламент парламента Республики Молдова? Кто уполномочен заявлять и объявлять о заседании парламента и готовить повестку дня для пленарного заседания? Во-первых, повестку дня пленарного заседания утверждает сам парламент. А вот дату проведения этого пленарного заседания и предварительную повестку дня – бюро парламента. Но вы понимаете, что в 10 часов он уже это объявляет, как состоявшийся факт, а бюро парламента на тот же день назначено на 3. То есть, понимаете, у нас даже… То есть, вопрос, а кто же тогда узурпировал власть? О, так я к чему я подвожу? Так подождите. И мы, как с вами, простые граждане, смотрим вот на это все. Когда выходят специалисты и говорят, извините, вы не имеете права говорить о каких-то повестках дня. И депутаты парламента не должны узнавать это из средств массовой информации, когда еще бюро… То есть, члены бюро других фракций, не демократической партии. И средства, идя на бюро, уже знают, какая повестка дня и что мы будем рассматривать. И вопрос, а зачем я там вообще нахожусь? Зачем я занимаю эту должность и что мне там делать? Если за меня уже все решили. Так, а теперь, вот в этих всех примерах, вот пусть телезритель вынесет вердикт, узурпация этой власти демократической партии или нет. На мой взгляд, это очевидно. Это полная узурпация власти, как законодательной, исполнительной, судебной, я думаю, что уже много раз говорилось, тем и как узурпирована. Это полная узурпирована власти в Республике Молдова. И вот господин президент на сегодняшний момент, пытаясь бороться с этой узурпацией власти, пытаясь быть тем стержнем сдержки противовесов между ветвями власти, понимает, что он борется с огромными акулами, пока выдерживает. Но, понимаете, когда вот это все еще в своих руках имеет Конституционный суд и Конституционным судом прикрывает свое деяние, я думаю, тут только народ может рассудить, нужна ли такая власть нам и можно ли с ней бороться. Спасибо. Я думаю, что если так дела в стране пойдут, то нашу программу персональный акцент надо переименовать в программу персональный суд. Может быть вполне. Или дополнительную сделать. Да, программу создать. Спасибо вам за этот разговор. Достаточно компетентно и понятно, и достаточно доступно было рассказано о тех процессах, которые проходят сегодня в стране, с чем приходится бороться президенту и, в общем-то, кто за всем этим стоит. Спасибо. И вам спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор Права Сергей Мишин. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин